Итак, мы с вами закончили заниматься устойчивостью и переходим к следующей главе, посвященной так называемым краевым задачам. Сейчас мы обсудим, что это такое. Алик, ты говоришь, что я не организационный вопрос. А у нас нормально завтра или на следующей неделе? Нет, на следующей неделе. А завтра у нас то, что в эту контрольную не войдет, соответственно. Итак, глава 7. Краевые задачи. Краевые задачи. Ну и параграф 1. Основные понятия. Да. Основные понятия связаны с краевыми задачами. Давайте вот рассмотрим линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Ну и здесь, как обычно, считается, что коэффициенты и правая часть непрерывны. на каком-то отрезке от нуля до ль. Это ль, не е. Что там еще? А нуль не равен нулю. Нигде на отрезке... Ну вот вместо совсем произвольного А, Б, нам удобнее будет использовать отрезок от нуля до ль. Традиционно. Именно такой рассматривать. И к этому дифференциальному уравнению хорошему добавим вот какие дополнительные условия. Ну мы с вами понимаем по задаче К6, что надо каких-то два добавить условия. Давайте добавим вот такие. альфа-1 у от нуля плюс бета-1 у штрих от нуля. Сейчас, слушайте, давайте только посмотрим. У меня все-таки штрихи при альфа или при бета? Сейчас. Конечно, при альфа. Давайте вот все-таки, чтобы не путаться, вот так подставим. Значит, альфа-1 у штрих от нуля плюс бета-1 у просто от нуля. Правильно? Правильно. А то потом это будет везде тянуться. Равню какому-то там числу у1. И второе дополнительное условие. Альфа-2 у штрих от нуля плюс бета-2 у от нуля равняется у2. Ну здесь считается, что вот эти вот альфа-каты, бета-каты, у-каты это константа. Ну и, соответственно, альфа-каты-квадрат плюс бета-каты-квадрат не равно нулю. Ну то есть у нас нигде там эти, все-таки везде условия какие-то поставлены, да, не выраждаются. Вот. Вот. С такими дополнительными условиями уже получается краевая задача. Ну в данном случае для линейного дифференциального уравнения второго порядка. Вот. Видно, что она, постановка этой задачи отличается от задачи Каши. В принципе, она похожа на задачу Каши, то есть это диффур с каким-то дополнительным условием. Ну с двумя в данном случае, поскольку дифференциальное уравнение второго порядка. Ну и как бы, что значит решить эту задачу? Ну, по-видимому, это значит решить уравнение. Его решение будет зависеть от двух произвольных констант. Потом мы это решение подставим в дополнительные условия. Получим два уравнения на эти константы, ну и, значит, их найдем. Вот. То есть, в принципе, ну что-то наподобие задачи Каши. Но отличия есть. Ага. То есть, значит, они обязательно для уравнения с призвольными как минимум второго порядка? Ну, вот в таком духе, как мы их понимаем, да, нам нужно именно два. Ну, значит, кровавая задача, в ней ставятся дополнительные условия в двух разных точках. Это принципиальное отличие, да? Поэтому этих дополнительных условий должно быть два. Вот. Поэтому, ну, в нашем понимании, там, этих всех задач с доп.условиями порядок должен быть второй, чтобы можно было поставить два дополнительных условия и их не переопределить. Ну, конечно, если там, ну, рассматривать все, что угодно, то можно рассматривать уравнение первого порядка и одно дополнительное условие, в котором замешано и 0, и L. Там, допустим, 10 минус 0, поставить L. А условия... Вот. Это тоже будет задача, не задача Каши, да? Это тоже будет задача, у которой дополнительные условия ставятся по краям отрезка, на котором задано уравнение. Вот. Ну, совсем не такая. Вот. Ну, как бы вот для нас, да, в общем, да, нам надо два уравнения нормальных, полноценных. То есть одно только в 0, а другое чисто в L. Вот. А значит, у нас два дополнительных условия, а значит, у нас второй порядок уравнений, потому что нужны две константы. Это вы правильно говорите. Вот. Значит, так вот, все-таки краевые задачи, они существенно хуже с точки зрения их решения, ну, с точки зрения вот существования единственности их решения, чем задача Каши. Вот. Задача Каши, как вы помните, существование единственности решения зависели целиком и полностью от качества уравнения. То есть если коэффициенты уравнений хорошие, если правая часть хорошая, ну, там, Гла, ну, непрерывная, там, Липшицева, все такое, вот, то вот с дополнительными условиями типа Каши у нас всегда существует единственное решение. А в краевых задачах все не так. В краевых задачах, как мы увидим, даже при очень хорошем уравнении все еще сильно зависит от того, как поставлены краевые условия. Если они поставлены неудачно, то решение может не быть при самом хорошем уравнении и, соответственно, или там оно будет не единственным при самом хорошем уравнении. И это достаточно понятно, потому что вот если мы, ну, как бы, обращаемся к моделированию, то есть если у нас какое-то что-то реальное, моделируется задачей Каши или краевой задачей, то задачей Каши мы, как бы, говорим, что, ну, вот процесс описывается уравнением, давайте поставим некие начальные условия, момент времени, т равный нулю, а дальше будем смотреть, как он, ну, как идет, так и идет. Решим задачу, увидим, как он идет, сможем сделать прогноз. А в краевой задаче у нас все, как бы, наши претензии гораздо больше. Мы говорим, вот процесс описывается уравнением, мы хотим, чтобы в начале момента времени решение вело себя так, а через какое-то время оно начало вести себя так. То есть мы не говорим посмотрим, мы говорим, вот мы хотим, чтобы было в начале так, а в конце вот так. Это очень нормальная постановка, да, мы хотим вылететь с Земли, прилететь на Луну и ничего другого, а не просто посмотреть, куда мы полетим, если вылетим с Земли. Но поскольку вот мы какие-то претензии предъявляем на, так сказать, на то, что будет происходить в конечном, так сказать, в конечный момент события, да, которые описываются уравнениями, то, естественно, в общем, вот эти вот дополнительные претензии, они создают дополнительные требования к нам по постановке вот этого вот условия на втором краю отрезка. Ну и, собственно, и все. А так это как бы, ну вот просто краевая задача тоже дифференциальное с некими дополнительными условиями, краевая в отличие от задачи Каши, потому что дополнительные условия не локальные, они ставятся в двух точках по краям отрезка, на котором рассматриваются уравнения. Ну давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Ну я, по-моему, помню, не буду я подглядывать. Вот такое дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, линейное, очень хорошее. Задача Каши для такого уравнения, конечно, всегда имеет единственное решение. Рассматривается задача на отрезке от нуля до пи. Ну там обычно даже, кстати, вот так пишут. Ясно, что у нас все непрерывно, но уравнение на интервале, а начальные условия по краям этого интервала. Вот, а краевые условия по краям. Краевые условия вот такие. Y от нуля пускай 0, Y... Нет, все-таки надо подглядеть, а то я сейчас что-нибудь запутаюсь. А где... А, да-да-да, это точно. Т, конечно. Так, сейчас. Да, просто... Правильно, что ли? Да, просто без всяких производных. На втором участке, на втором границе тоже задана сама функция. Вот, вот как раз в таком духе краевая задача. Давайте посмотрим, значит, давайте ее решим. Решением дифференциального уравнения будет вот такое семейство функций. Чтобы определить C1 и C2, подставим эти функции в краевые условия. Значит, получается, T равно 0. Тогда C1 синус 0, 0. C2 косинус 0, это C2. Получается, первое уравнение C2 равно 0. А второе уравнение, значит, C1 синус P, это опять 0. И C2 косинус P, это минус C2, равняется Y1. Правильно? Вот. Ну и что мы с вами видим? Значит, мы с вами видим, что если Y1 не равен 0, то у нас вот эти дополнительные условия просто являются противоречивыми. И, соответственно, решения нет. Вот. Если же Y1 равен 0, то получается C2 равно 0, а C1 любое, на него никаких извинений у нас не возникло. И тогда у нас решение есть, но не единственное. Да? Вот. То есть, при одном и том же уравнении, в зависимости от краевого условия, у нас то решения нет, то решений много. И самое главное, что в любом случае, с точки зрения существования единственности, все плохо. Нет варианта, когда у нас решение существует единственное. Вот. Причем вот само уравнение очень хорошее. Ну вот, значит, краевые задачи очень часто, ну как бы, значит, всегда возникают при одном из основных методов решения уравнения частных производных. Поэтому они вот даже просто интересны не с точки зрения колот-моделирования, а с точки зрения, так сказать, исследования более сложных задач для уравнения частных производных. Ну и вообще, так сказать, вот эта вот сама вся постановка, конечно, вполне реалистичная. То есть, и с практической точки зрения они естественным образом возникают. Да? Они интересны. Ну, давайте их изучать. Значит, первонаперво сделаем следующее замечание. Замечание о редукции вот той задачи, которую я выписал, так называемому дивергентному виду. дивергентному виду. Значит, с помощью замен исходную задачу, ну, в исходной задаче можно сделать однородными краевые условия. краевые условия. И, ну, упростить, ну, правда, в некотором смысле. Нельзя сказать, чтобы очень сильно упростить. левую часть, левую часть уравнения. Левую часть уравнения. родными. Однородными. То есть, правая часть нулевые. в самом деле. Давайте рассмотрим... Ау! Горит красным огнем, это подозрительно. Вообще написано ООН. Красный, да, нормально. Ну, и что-то тут это самое, скачет уровень. Это хорошо. Да, да, да. И не на мьюти. А, может, у меня этот плохо поставлен? Нет, 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 нет. Нормально? Мы просто забыли. Почему мы их не будем? Но мы не будем обсуждать эти подробности. Так, значит, на самом деле, ну, давайте начнем вот с этих, с краевых условий. Рассмотрим, рассмотрим функцию y0 от T, такую, что альфа 1 y0 штрих от нуля плюс бета 1 y0 от нуля равно U1. Ну, и, соответственно, альфа 2 y0 штрих от P плюс бета 2 y0 почему от P? От L от L равно U2. Значит, ну, допустим, что мы пока не обсуждаем, как мы ее возьмем и как мы ее рассмотрим, откуда мы ее возьмем. Допустим, что есть такая. Просто конкретная функция y0, которая удовлетворяет нашим краевым условиям. тогда, ясное дело, значит, если мы сделаем замену ну, от T равняется y от T минус y0 от T, то, значит, такая функция будет удовлетворять соответственно, однородным краевым условиям. Поскольку краевые условия линейные, значит, разность будет удовлетворять справа тоже разности u1 минус u1, u2 минус u2, то есть в точности справа будет нули стоять. Где взять такую функцию y0? На самом деле, вот эти условия краевые, которые мы рассматриваем, они не очень тоже такие обременительные, не так сложно найти какую-нибудь функцию, ну, достаточно гладкую, которая удовлетворяла одновременно вот в двух этих точках вот этим условиям. более того, там можно выбирать какие-то классы функций, в которых это y0 ищется, и обычно y0 ищут и находят в виде многочленов. где-где-где-где? Вот, справа, справа, справа в конце. А, все, y0, я думаю, какой-то... от t, конечно, да, спасибо. Уровник крепостойка, в котором по 1 и 2 вырубили? Да, да. совершенно верно. Видим многочлена, ну, то есть, фактически, сводит задачу, да, задача отыскания многочлена, который в нужном наборе точек принимает нужные значения. Ну, тут, правда, немножко это не совсем так просто, но фактически это что-то наподобие сплайнов. Да, можно в чисто виде сплайна, да, то есть, получается, там, y от 0 равняется минус альфа 1, y' от 0 равняется бета 1, то же самое в точке L. Вот 4 условия, и, пожалуйста, пишите какой-нибудь сплайн. Вот, так что это не проблема, и всегда можно сделать краевые условия с нулями справа. Значит, теперь по поводу диригентного вида. Значит, домножим уравнение в нашей задаче на е в степени минус интеграл получается а1 сейчас или плюс что-то я а1 интеграл неопределенный а1 от t делить на а0 от t dt только насчет минуса зачем? По-моему, не нужно никакой минус, это не формула страдатского или у виля. а1 а0 у нас не равен нулю, на него делить можно, экспонента это функция положительная, поэтому такой переход будет равносильным, и поделим его уравнение на этот самый а0 от t. что у нас в итоге получится? Получится вот такая штука значит y2' на е в степени интеграл a1 делить на а0 dt плюс a1 делить на а0 y' на е в степени интеграл a1 делить на а0 dt плюс что там a2 делить на а0 на y и на е в степени интеграл равняется f делить на а0 и умножить на е в степени интеграл что мы с вами видим мы с вами видим что в первых двух слагаемых выделяется полная производная значит первые два слагаемых это есть там производная сейчас скажем от чего давайте вот это обозначим через f сволной ну вот здесь я может y не очень не очень удачном месте написал давайте я вот здесь напишу перед дробью значит вот это тогда мы обозначим через q ну а экспоненту давайте обозначим сейчас как бы так ее ну сейчас обозначаем все слагаемые или без y именно да поэтому я его приписал без y без y значит мы можем написать это теперь вот так значит это у нас y штрих ну это есть p от t умножить на y штрих от t все это еще раз штрих сейчас скажем плюс q от t y равняется f с волной от t где p от t это как раз наши экспоненты не в степени интеграл a1 делись на 0 dt вот значит давайте проверим если мы p на y штрих значит будет p y2 штриха и плюс y штрих на дропе и на 5 экспонентов а q это получается p вот на эту а2 на 0 да 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 вот вот именно такой вид и называется дивергентным вот почему давайте сейчас не будем обсуждать да можете сказать почему у нас же а1 от t а не а2 от t у второго слагаемого а да а почему тогда мы производные берем ну это же не равно так не-не-не вот здесь-то вот а1 да здесь а1 а про это будет это вот ушло в q это в q то есть вот p это вот а а и вот мы говорим вот когда вот про это говорим да-да-да мы говорим только про первые два слагаемых ну и да и в этом смысле мы теперь можем как бы переформулировать нашу задачу не ограничивая общности значит таким образом не ограничивая общность можно рассматривать вместо той задачи что я стер задачу следующую вот левую часть этой задачи мы обозначим через l от y это просто обозначение короткое значит по определению это есть просто вот p от t y' от t штрих плюс значит q от t y' от t равняется f от t от t да ага то есть это не уравнивает просто обозначение левой части или тождественно пишут и а даже поменял ну а я все я уже там я заново пишу определение вот зачем нам эта волна значит и краевые условия тоже будут однородными и тоже мы их вот введем обозначение через гамма маленькая 1 от y будем обозначать левую часть краевого условия в нуле то есть альфа 1 y' от нуля плюс бета 1 y от нуля равняется нулю и соответственно гамма 2 от y это по определению выражения равное альфа 2 y' в точке l плюс бета 2 y в точке l тоже равняется нулю краевые условия однородные значит так у нас t изменяется от нуля до l значит q q и f непрерывно на отрезке от нуля до l значит p от t непрерывно дифференцируемо на отрезке от нуля до l вот эта функция вот эта экспонента она естественно непрерывно дифференцируема но не больше вообще говоря потому что непонятно там как с а1 все обстоит и p от t p от t строго больше нуля на этом отрезке потому что это экспонент я не стал волну писать я новую пишу определение то есть это не как бы не формулировка это не вывод из моего замечания это новое определение фактически установка задач то есть видите вот можно считать что p больше нуля всегда не ограничивая общность ну и соответственно естественно это самое по-прежнему альфа 1 альфа катая квадрат плюс бета катая квадрат не равны нулю то есть краевые условия нигде никогда не выражаются ни в нуле ни в l так ну вот вот мы так сказать давайте назовем как-нибудь эту задачу 7 1 1 вот именно такую задачу мы будем изучать в таком виде давайте докажем несколько вспомогательных таких фактов важных значит вот лемма 7 1 1 тоже здесь Лагранжа она описывает для краевых задач значит пусть z 1 нет сейчас y и z дважды неправильно дифференцируемые на отрезке от нуля до l тогда y l от z минус z l от y z равняется производной по t от следующего следующей функции p от t умножить на w от y z где значит w это определитель Левронского для этих функций значит вот такое такое тождество ну давайте сделаем его тождеством то есть для каждой точки отрезка от нуля до l вот это равенство выполнено давайте его докажем l это вот вот это выражение да где минус да 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 то есть под l от z я нажимаю вот это выражение в которое вместо y подставлено z да ага вот то есть то что это равно f это уже уравнение да а это просто обозначение давайте посмотрим что такое y l от z минус z l от y значит y l от z это y умножить на p я не буду писать все у меня от t зависит y умножить на p и на y штрих штрих плюс ой пардон y умножить на p z штрих штрих да плюс y умножить на q и на z если мы из первых двух слагаемых вынесем y то получится в точности l от z pz штрих штрих плюс qz значит минус соответственно z y это получается z p y штрих штрих минус z q y вот ну вот этот z q y сокращается а дальше мы давайте сделаем вот что мы напишем так вместо первого слагаем мы напишем вот так y p z штрих штрих что у нас изменилось если мы вот это y на второй множитель будем дифференцировать как произведение будет y штрих на этот множитель плюс y на этот множитель штрих y на этот множитель штрих у нас есть поэтому из этого урожения надо вычесть y штрих p z штрих и тогда получится в точности первое слагаемое то же самое мы сделаем со вторым а мы не должны что-то подобное делать с y p с y p а зачем то есть я считаю что мне тут два множителя y и все остальное да 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 то есть как бы целиком значит здесь у нас будет что ну точно так же я вот внесу z под в скобку да под производную и чтобы ничего не изменилось мне нужно вычесть отсюда будет z штрих p y штрих вот тогда у меня опять сократятся вот эти вот слагаемые вот и останется в точности что значит y p z штрих минус z p y штрих штрих ну я под одну производную дайте две занес вот но это в точности есть p умножить на определитель значит y z y штрих z штрих все все это скобка еще раз штрих y z z y штрих как раз да это есть определитель врунского именно от y z ну вот вот мы это дело доказали давайте посмотрим что у нас с главным ресурсом но терпимо хотя ничего хорошего сегодня нет я же не предупреждал это только inside кинул своим группам а все остальные то честные группы они остались без информации поэтому нет все со следующего раза начнется когда уже все знать будут так а как они это самое да да давайте сейчас впустим а чё те кто знал то что будет давайте сейчас впустим так значит а из этого тождества можно сделать много выводов часть из них мы будем называть следствиями а часть отдельными леммами значит вот например следствие получается тоже 7 1 1 пусть у нас y и z удовлетворяют на отрезке от нуля до и значит а значит а однородному уравнению из нашей краевой задачи но это в частности означает что y и z являются дважды неприференцируемым как минимум да чтобы поточечко понимать вот это равенство а тогда существует ну мы ее вот я вслед за нашим базовым учебником обозначу через же ноль что и такая же ноль константа что п сейчас что п от т на дубль в от y z равно же ноль на ноль и ну естественно же ноль она конечно не зависит от т да но зависит от y и z меняем эти функции y и z конечно будет получаться другое число но это будет именно константа не зависящая от z то есть вот эта величина p на определитель бронского она не меняется на отрезке но это очевидно да получается если если у нас или от y или от z равно нулю то естественно левая часть точность полаграмм равна нулю значит правая часть равна нулю значит распроизводная равна нулю функция равна константе еще одно следствие из ну в данной ситуации простой получающийся очень простым следствием из торжества лагранжа но тем не менее этот результат он такой очень с большим количеством важных обобщений поэтому это сформулируем как тоже лему 7 1 2 это лемма про формулу Грина формула Грина значит какая ну их много и все самые нет нет ну нет хотя понятно откуда там она вырезала вот но в общем нет это не похоже будет конечно совсем значит пусть y и z дважды непрерывно дифференцируемый на отрезке от нуля до l тогда интеграл от нуля до l от y l от z минус z l от y dt равняет равняется значит p от t w от y z подстановки от нуля до l ну это значит просто интегрируем тортицу лагранжа получаем эту формулу так что здесь все не такое не про то значит и еще одно следствие ну оно в общем скорее всего уже следствие из формулы Грина вот какое если ну понятно как обычно y от t и z от t достаточно гладкие и удовлетворяют однородным кривым условием значит если это так то вот этот интеграл формуле Грина от нуля до l от y l от z минус z l от y просто равен нулю значит ну вот получается из леммы 7.1.2 из формулы Грина видно что нам достаточно показать что вот эта подстановка равна нулю только здесь все-таки традиционно пишут квадратные тоже скобочки а я так этого придерживался значит вот а для этого достаточно показать что в Рынскеан у нас обращается в ноль и в l и в нуле ну от нуля равен нулю и w от y z в точке l тоже равен нулю вот ну давайте покажем в нуле в l аналогично давайте рассмотрим вот такую систему значит у нас получается гамма 1 от y это есть альфа 1 y штрих от нуля альфа плюс плюс бета 1 y от нуля значит равно нулю и гамма 1 примененная к z но мы в нуле работаем поэтому нам гамма 1 интересно это получается альфа 1 z штрих от нуля плюс бета 1 z от нуля равно нулю вот давайте рассмотрим такую систему альфа 1 да именно 1 и 1 да ну потому что одним и тем же естественно они удовлетворяют ну кстати словами это говорится пожалуй хороший вопрос вы задали словами это говорится получается точнее словами говорится так что y и z удовлетворяют одинаковым однородным краевым условиям вот одинаковость очень важна не просто однородным там каким-то да а именно одинаковым давайте отсюда добавим это вообще говоря не следует из моих обозначений значит ну и вот давайте посмотрим что из этого следует да получается очевидно что если альфа 1 равно нулю то бета 1 не равно нулю да по условию следовательно y1 а в смысле y от нуля равняется z от нуля равняется нулю ну и следовательно w да равняется нулю все в порядке значит если если ну дать не будем мельчить в нуле да 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 ага спасибо сейчас я там добавлю правильно на большее мы не претендуем значит а если альфа 1 не равно нулю то неважно какой там бета 1 мы начнем получать сейчас следствие давайте как-нибудь обозначим звездочкой эту систему значит звездочка следует мы сейчас первое уравнение этой системы умножим на z от нуля а второе уравнение умножим на y от нуля мы не претендуем на равносильность нашего перехода но следствие мы безусловно получим альфа 1 получается y от нуля z от нуля ага вот эта вот система значит сейчас первое уравнение мы на z да на z от нуля значит альфа 1 z от нуля y штрих от нуля плюс бета 1 z от нуля y от нуля равно нулю да и соответственно альфа 1 y от нуля z штрих от нуля плюс бета 1 стало быть y от нуля z от нуля равно нулю а второе из первого да совершенно верно вычитаем именно как вы сказали второе из первого нет первое из второго наверное чтобы Вронского получился да y должен впереди быть безусловно значит вычитаем и получается что альфа 1 умножить на y от нуля z штрих от нуля минус z от нуля а y штрих от нуля равно нулю значит поскольку альфа 1 у нас не равно нулю нулю должно равняться нулю должна равняться скобка вот а в скобке собственно и стоит а пределье Вронского от y z при t равном нулю вот ну и получается что вот вот это мы доказали в точке L все доказывается аналогично вот ну и это доказывает наше наше получается следствие собственно это самое длинное по доказательству утверждение из всех этих четырех да вот ну и все с точки зрения вспомогательных всяких вещей давайте переходить к вещам более интересным значит следующий параграф то есть у нас из основных понятий редукции задачи сама прямая задача и все ну то же Лагранжи и формула Грина вот и редукция да вот они же основные то есть я имею ввиду что не все понятия мы затронули так только жизненно важные так параграф 7.2 функция Грина существования единственность решения краевой задачи ну краевых задач здесь мы долго не будем разглагольствовать сразу дадим определение функция Грина задачи 7.1.1 называется называется функция Ж большое от T X такая что во-первых для любого X на интервале от 0 до L вторая производная функция G оба раза по X оба раза по T пардон от X непрерывно дважды непрерывно дифференцируема на отрезке на множестве вот таком значит вторая вы уже вы уже продвинуты но все-таки нет в классических если мы берем эти самые функции нескольких переменных то там пишут в классическом варианте и штрихи и названия переменных по которым штрихи берутся то есть G2 штриха там TX или G2 штриха X X просто это уже вторая производная и она должна быть еще дважды дифференцируема а господи конечно нет спасибо большое да это это точно вот не просто на самом деле потом мы перестанем писать эти штрихи считая что если из контекста ясно что речь о производной то надо только обозначить по какой переменной производная берется вот но сейчас мы пока пишем ну и не только значит да конечно просто непрерывно то есть сама функция G дважды непрерывно дифференцируема по T при каждом фиксированном кси при T не равном кси то есть при T принадлежащем промежутку от 0 до кси не включая кси и от кси до L тоже не включая кси а это непрерывность по T да да и непрерывность именно по T ну тут считается что кси это произвольно но фиксированная точка это просто константа так вот не только функция Green достаточно гладкая но еще и является решением тоже именно по отношению к переменной T является решением однородного уравнения ну из нашей задачи то есть L именно по T взятая от функции Green G от T кси равняется нулю для любого T не равного кси значит значит функция G как функция T достаточно гладкая при T не равном кси ее можно подставлять в это выражение которое мы обозначили через L вот и это выражение равно нулю если мы говорим о функции Green это значит производное выражение L берутся по T поскольку здесь есть варианты вот второе а вот функция Green как функция переменной T удовлетворяет краевым условиям мы сдались и и и и и и и Ну, получается, опять-таки, да, тоже при t не равном xi, потому что t у нас здесь будет либо 0, либо l, а xi именно на интервале. И в-третьих, как функция уже двух переменных, функция глины непрерывно, ну, вот на квадрате 0, l, 0, l. А вот здесь не стоит ли написать? Нет. То есть она разрывная. Ну, то есть она как бы при t равном xi, она все-таки не является дваждой непрерывной дифференцируемой. А вот просто непрерывной является при всех t и xi, даже при равных друг другу. Значит, кроме того, существует предел при t стремящемся к xi. Ну, сейчас, давайте, опять-таки, для любого xi из интервала от 0 до l существует предел при t стремящемся к xi. И слева производная функция g по t от t кси, который мы будем означать g' по t от кси минус 0 кси. И существует предел при t стремящемся к xi справа. производной функции g по t от t кси, которую мы будем означать через g' по t от кси плюс 0 кси. Вот сейчас мы про них скажем, я еще не дописал. Нет, они всегда не равны друг другу. Значит, причем g' по t от кси плюс 0 кси минус g' по t от кси минус 0 кси. Эта разность равна единице делить на p от кси, где p от кси – это коэффициент. Вот такой скачок первой производной. Ну, естественно, и вторая производная рвется у функции Грина при t равном кси. Сама непрерывная. Первая производная у него разрыв первого рода с таким вот скачком. Ну, про вторую производную нам неинтересно. Ага. А вот это, то, что вы так написали, это свойство? Это определение. То есть это все, вот это все входит в определение. Все, что я сейчас написал, входит в определение. И чтобы не было сомнений, мы тут же без лишних слов сформулируем теорему. Пусть однородная… Ну, вот давайте все-таки уточним. То есть при f от t, это же действие на равном нулю, задача 7.1.1, наша стандартная, да, имеет только тривиальное решение. Ну, давайте тоже, на всякий случай, мало ли как, и решения можно считать тривиальными, да? То есть только решение y от t, тождественно, равное нулю. Тогда существует единственная функция грина для этой задачи. Не, ну вот это самое, значит, все-таки, к сожалению, у нас с этими поздними началами мы будем до конца вырабатывать наше время. Не очень хочется… Теорема достаточно длинная, не очень хочется разрывать ее доказательства, но мы остановимся на таком естественном логическом этапе. Значит, доказательства… Давайте докажем существование. Мы доказывать будем это существование конструктивно. В кои-то веке не от противного, а просто построим функцию грина, покажем, как ее построить в общем виде. Значит, рассмотрим вот такую задачу, значит, Каши, подчеркнем, которую мы хорошо знаем. Задача Каши вот какого вида. Значит, л от у равняется нулю, значит, у от нуля равняется минус альфа-1, у штрих от нуля равняется бета-1. Ну, у нас очень хорошее уравнение, поэтому, естественно, существует единственное решение этой задачи. у1 от t, причем, значит, во-первых, гамма-1 от у1 равно нулю, просто по построению, правильно? Это умножить на альфа-1, а это на бета-1, получится ноль. И у1 от t не является тождественным нулем на отрезке от нуля до L. Так как если альфа-1 не равно нулю, то, поскольку у непрерывно, то существует дельта больше нуля такое, что у1 от t не равно нулю для любого t из отрезка от нуля до дельты. Правильно? Потому что функция непрерывная. Если же альфа-1 равно нулю, то бета-1 не равно нулю. Следовательно, у штрих от t, она же тоже непрерывная, да, у нас функция два раза непрерывная дифференцируемая, больше нуля или меньше нуля, ну, опять на каком-то отрезке, да, от нуля до дельты 1. Дельта 1 больше нуля. То есть у нас функция стартуя от нуля, значит, у от нуля-то у нас получается минус альфа-1, 0. То есть стартуя от нуля, функция некоторое время либо строго возрастает, либо строго убывает. Вот. Ну, следовательно, тоже ну, соответственно, больше нуля либо меньше нуля, соответственно. Вот. Ну все. Почти я уже останавливаюсь. Да. Значит, ровно то же самое можно устроить на втором краю отрезка. Аналогично существует единственное решение y2 от t задача l от y равно нулю. y от пи равняется минус альфа-2 y штрих от пи равняется бета-2 не знаю, альфа-2 причем значит, гамма-2 теперь уже от y2 равно нулю да, по построению и гамма-2 от t не есть тождественная 0 на нашем отрезке. вот на этом логическом этапе давайте остановимся дальше уже будем в следующий раз рассуждать. вот как раз прям 15 минут и не хватает каждый раз альфа-2 а может им сказать, что это не раньше еще? не, ну вот видите, как все-таки все рвутся к знаниям не хватает аудитории не хватает аудитории да, все да, все а, y2 да, да, да спасибо так, все если нет вопросов, то все свободны